Песень шестая Ты мне велешь, о, друг мой нежный, На лире легкой и небрежной Старинной вылей напевать И музе верно посвящать Часобесценного досуга. Ты знаешь, милая подруга, Поссорясь с ветряной молвой, Твой друг блаженством упоенный Забыл и труд уединенный. И звуки лиры, дорогой, От гармонической забавы Я негол упоен, отвык, Душу тобой и гордость славы Не внятия мне призывный клик. Меня покинул тайный гений И вымыслов из сладких дум, Любовь и жажда наслаждений Одни преследуют мой ум. Но ты велишь, но ты любила Рассказы прежние мои Преданий славы и любви. Мой богатырь, моя Людмила, Владимир, ведьма, черномор И финн, наверное, печали Твоего мечтаний занимали. Ты, слушая мой легкий вздор, С улыбкой иногда дремала, Но иногда свой нежный взор Нежнее на певца бросала. Решусь, улюбленный говором, Касаюсь вновь ленивых струн, Сожусь у ног твоих И снова бринчу про Витяза Младого. Ну что, сказал я, Где Руслан? Лежит он мертвый в чистом поле, Уж кровь его не льется боли. Над ним летает жадный вран, Безгласен рог, Недвижный латек, И не шевелится шлем косматы. Вокруг Руслана ходит конь, Поникну гордо головою, В его глазах исчез огонь, Не машет гривой золотою, Не тешится, не скачет он, И ждет, когда Руслан воспрянет. Но князя крепок, хладный сон, И долго щит его не грянет. А черномор, он за седлом, В котомке, ведьмую забытый, Еще не знает ни о чем, Усталый, сонный и сердитый, Княжнок героя моего Бронил от скуки молчаливо. Не слыша долго ничего, Волшебник выглянул. О, диво! Он видит, богатырь убит, В крови потопленный лежит, Людмилы нет, Все пусто в поле, Злодей от радости дрожит И мнит. Свершилась я на воле! Но старый Карла был неправ. Меж тем, наиной осененный, С Людмила тихо усыпленный, Стремится к Киеву фарлав, Летит, надежды страха полны, Пред ним уже днепровские волны, Знакомых пажетов шумят. Уж видит златоверхний град, Уже фарлав по граду мчится, И шум на стогнах восстает. Волнение радостным народ Валит за всадником, Теснится, Бегут обрадовать отца, И вот изменник у крыльца. Волоча в душе на печалье время, Владимир солнышко в то время В высоком тереме своем Сидел, Томясь привычной думой. Бояре, Витязи кругом Сидели с важностью угромой. Вдруг внемлет он Перед крыльцом Волнение, Крики, Шум чудесный. Двера творилась, Перед ним Явился воин неизвестный. Все стали шепотом глухим, И вдруг смутили, Зашумели. Людмила здесь! Фарлав? Уже ли? В лице печальном, Изменясь, Встает со стула Старый князь, Спешит тяжелыми шагами К несчастной дочери своей. Подходит, Отчими руками Он хочет прикоснуться к ней, Но дева милая не внемнет И очарованная дремлет В руках убийцы. Все глядят На князя В смутном ожидании, И старец беспокойный взгляд В перил на Витязя В молчании. Но хитро перст К устам прижав, Людмила спит, Сказал Фарлав. Я так нашел ее недавно В пустынных Муромских лесах У злого лещего в руках. Там совершилось дело славно. Три дня мы билися, Луна над боем Трижды подымалась. Он пал, А юная княжна Мне в руку сонную досталась. И кто прервет Сей дивный сон, Когда настанет пробуждение, Не знаю. Скрыт судьбы закон. А нам надежда И терпение Одни остались В утяжении. И вскоре Свестью роковой Молба по граду полетела. Народа пеструю толпой Городская площадь закипела. Печальный терем Всем открыт. Толпа волнуется, Валит туда, Где на одре высоком, На одеяле парчевом Княжна лежит Во сне глубоком. Князья И витязь кругом Стоят унылые, Глазы трубны, Рога, Тимпаны, Гусли, Бубны Гремят над нею. Старый князь Тоской тяжелой Изнурясь К ногам Людмилы Седанами Триник С безмолвными Слезами. И бледные Близни Во фарлав В немом Раскаянии В досаде Трепещет, Дерзость потеряв. Настала ночь, Никто в Авграде О чей бессонных Не смыкал, Шумя Теснились Все друг к другу, А чуди Всякие Толковал. Молодой Супруг Свою Супругу Светлиться Скромно Забывал. Но только Свет луны Двурогой Исчез Пред утренней Зарей. Весь Киев Новую тревогой Смутился. Клики, Шум И вой Возникли Всюду. Киевляне Толпятся На стене Городской И видят В утреннем Тумане Шатры Белеют За рекой Щиты Как зарево Блистают В полях Наездники Мелкают Вдали Подъемля Черный Прах Идут Походные Телеги Костры Пылают На холмах Беда Восстали Печенеги Но в это время Вещий Филь Духов Могучий Властелин В своей Пустыне Безмятежность Спокойным Сердцем Ожидал Чтоб День Судьбе На неизбежной Давно Предвиденный Восстал В немой Глуши Степей Горючих За дальней Цепью Диких Гор Жилища Ветров Бур Гремучих Куда И ведьмы Смелый Взор Поникнуть В поздний Час Боится Долина Чудная Таится И в той Долине Два Ключа Один Течет Волной Живою По камням Весело Журча Тот Лед За мертвую Водою Кругом Все тихо Ветры Спят Прохлада Вешняя Не веет Столетние Сосны Не шумят Не вьются Птицы Лань Не смеет В жар Летний Пить Из тайных Вод Чита Духов Сначала Мира Безмолвная На лоне Мира Дремучий Берег Сержет С двумя Кувшинами Пустыми Предстал Отшельных Перед ними Прервали Он один, в нем сердце вспыхнув, замирает. Вдруг Витис, спрянул вещий финн, его зовет и обнимает. Судьба свершилась. О, мой сын, тебя блаженство ожидает. Тебя зовет кровавый пир, твой грозный меч бедою грянет. На Киев снидет кроткий мир. И там она тебе предстанет. Возьми заветное кольцо, коснись им, чела Людмилы, и тайных чар исчезнут силы. Врагов смутит твое лицо. Настанет мир, погибнет злоба. Достойны счастья будьте оба. Прости надолго, Витись мой. Дай руку. Там, за дверью гроба, не прежде. Свидимся с тобой. Сказал, исчезну. Упоенный, восторгом пылким и немым, Руслан, для жизни пробужденный, Подъемлет руки вслед за ним. Но ничего не слышно воле. Руслан один в пустынном поле. Запрыгав с Карла за седлом, Русланов конь нетерпеливый, Бежит и ржет, махая гривой. Уж князь готов. Уж он верхом. Уж он летит, живой и здравый, Через поля, через дубравы. Но, между тем, какой позор Являет Киев осажденный. Там, устремив на Ниве взор, Народ, унынем пораженный, Стоит на башнях и стенах И в страхе ждет небесной казни. Стена не робкие в домах, На строгных тишина боязни. Один, близ дочери своей, Владимир в горысной молитве, И храбрый сон богатырей С дружиной, верную князей, Готовится к кровавой битве. И день настал. Толпы врагов Зарею двинулись с холмов, Неукротимые дружины, Волнуясь, хлынули с равнины И потекли к стене городской. В ограде трубы загремели, Бойцы сомкнулись, Полетели навстречу рати удалой. Сошлись и заварил с собой. Почуя смерть, Зыграли кони, Пошли стучать мечи о броне, Со свистом туча стрел взвелась, Равнина кровью залилась. Стримглаг наездники помчались, Дружины конные смешались, Сомкнутой дружной стеной, Там рубится со строем строй, Со всадником домпейщей бьется, Там конь испуганно несется, Там клики битвы, Там побег, Там русский пал, Там печенек. Тот опрокинут булавою, Тот легкой поражен стрелою, Другой, Придавленный щитом, Растоптан бешеным конем. И длился бой до темной ночи, Ни враг, Ни наш не одолел. За грудами кровавых тел Бойцы сомкнули томные очи, И крепок был их бранный сон, Лишь изредка на поле битвы Был слышен падших скорбный стон, И русских витязок молитвы. Бледнела утренняя тень, Волна сребрилась в потоке, Сомнительный рождался день На утуманенном востоке. Яснели холмы и леса, И просыпались небеса. Еще в бездейственном покое Дремало поле боевое. Вдруг сон прервался. Вражесстан с тревогой шумной Воспрянул, Внезапный крик сражений грянул, Смутилось сердце к являн, Бегут нестройными толпами, И, видя, в поле между врагами Блистая лата, как в огне, Чудесный воин на коне, Грозой несется, колет, рубит, В ревущий рог летая трубит. То был Руслан, Как божий гром Наш Витя спал на басурмана. Он рыщет с Карлой за седлом Среди испуганного стана. Где не просвищет грозный меч, Где конь сердито не промчится, Везде главы слетают с плеч И с воплем строй на строй валится. В одно мгновенье бранный луг Покрыт холмами тел кровавых, Живых, раздавленных, безглавых. Громадой копьей стрел колчуг, На трубный звук, на голос боя, Дружины конные славян Помчались по следам героя. Сразились. Гибни, басурман, Объемлет ужас печенегов, Питомцы бурные набегов Зовут рассеянных коней, Противиться не смеют боли, И с диким воплем в пыльном поле Бегут от киевских мечей. Обречены на жертву аду, Их сонный русский меч казнит, Ликует Киев, Но по граду Могучий богатыр летит. В деснице держит меч поведный, Копю сияет, как звезда, Струится кровь с колчуги медной, На шлеме вьется борода, Летит надежный, окреленный, По стогнам, шумным Княжий дом, Народ во вторгом упоенный Толпится с кликами кругом. И князя радость оживила, Безмолвный терем входит он, Где дремлет чудным сном Людмила. Владимир в думу погружен, У ног ее стоял унылый, Он был один, Его друзей война влекла В поля кровавых. Но с ним Фарлав, Чуждая славы, Вдали от вражеских мечей, В душе презрев тревоги стана, Стоял на страже у дверей. Едва злодей узнал Руслана, В нем кровь остыла, Взор погас, В устах открытых замер глаз. И пал без чувств он на колено, Достойный казни ждет измена. Но, помня тайный дар кольца, Руслань летит к Людмиле спящей, Ее спокойного лица Касается рукой дрожащей. И чудо! Юная княжна вздохнув Открытло в светлые очи, Казалось, будто бы она Дивилася столь долгой ночи. Казалось, что какой-то сон Ее томил мечтой неясной, И вдруг узнала. Это он! И князь в объятиях прекрасны. Воскреснув пламенной душой, Руслан не видит, не внимает, И старец в радости немой, Рыдая, милых обнимает. Чем кончу длинный мой рассказ, То огадаешь, друг мой милый, Неправый старца гнев погас, Фарлав пред ним и пред Людмилой, У ног Руслана объявил Свой стыд и мрачное злодейство. Счастливый князь ему простил, Лишенную силу чародейства Был принят Карлова дворец, И бедствий празднуя конец, Владимир в греднице высокой Запировал в семье своей. Дела давно минувших дней, Преданий старины глубокой. Эпилог. Как мира житель равнодушный, На лоне праздной тишины Я славил вирую послушной Преданий темной старины. Я пел и забывал обиды Слепого, счастья и врагов, Измены ветреной Дориды И сплетни шумные глупцов. На крыльях вымысла носимой Ум улетал за край земной И между тем грозы незримой Взбиралась туча надо мной. Я погибал, святой хранитель Первоначальных бурных дней. О, дружба! Нежный утешитель Болезненной души моей! Ты умолила непогоду, Ты сердцу возвратила мир, Ты сохранила мне свободу Кипящей младости кумир. Забытый светом и молвою, Далеча от брегов Невы, Теперь я вижу пред собою Кавказа гордые головы. Над их вершинами крутыми, На скате каменных стремнин, Питаясь чувствами немыми И чудной прелестью картин Природа дикой и угрюмой. Душа, как прежде каждый час, Полна томительную думой, Но огонь поэзии погас, Ищу напрасно впечатлений. Она прошла пара стихов, Пара любви, веселых снов, Пара сердечных вдохновений. Восторга в краткий день протек, И скрылась от меня навек Богиня тихих песнопений. 1817-1820 годы